Слава Иисусу Христу! Слава нашему Господу Богу Спасителю! 14-й урок «История христианской церкви». Продолжаем тему. Я остановился на оккультизме, на проблеме оккультизма в христианстве и проблеме монашеского оккультизма. И я снова ваше внимание адресую на 5-е столетие, когда оккультизм в христианство хлынул грязным потоком. Но еще отметим время 5-го Вселенского Собора. В 553-м году император Юстиниан издает законы некоторые. Император Юстиниан. Запомним, можно отметить, даже проще сделать, не будем писать несколько дат, и Юстиниан, или Иустиниан, можно по-разному. Вот можно так, 6-е столетие, потому что там несколько дат, очень таких важных, но проще Юстиниан, запомним, и жена его Феодора, императрица Феодора. Юстиниан и Феодора. И в 6-м столетии эти императоры, эти правители сделали много беды в христианстве. Оккультизм при них был, в общем-то, к сожалению, внедряем очень активно. В 553-м году, но не только в этом 553-м, в других годах тоже, император Юстиниан, он был главным правителем Византии в 6-м столетии, главной фигурой исторической в 6-м столетии Византии. И в 6-м веке, да. И Юстиниан, он до женитьбы, до того, как он женился на Феодоре, он, в общем-то, был больше положительным персонажем. Хотя, как сказать еще, тоже был тираном, конечно, но его женитьба была явно неудачной. Потому что, уже, по сути, правило, его жена, скажу так, вторую часть правления его. И многие законы свои, вот эти страшные законы, такие, о внедрении оккультизма в церковь, именно он написал под влиянием, это 100%, можно сказать, своей жены. В империи знали, в столице 100% знали, что если издает указ Юстиниан, то все понимали, что это Феодора. Юстиниан стал беспомощным, он без Феодора не принимал даже решений, даже малых решений, не способен, стал взрослый человек, серьезный человек, грамотный человек, но оказался как просто беззащитный ребенок. Это была явно, оккультная зависимость у него была. Вот сама Феодора, ее личность, она такая, очень-очень противоречивая. Она не из знатного рода и простая проститутка, которая сделала карьеру в своем этом бизнесе, она стала владелицей публичного дома большого, потом сети публичных домов в столице и в других городах империи. То есть она сделала большой бизнес, очень продвинулась в этом отношении высоко. И если в начале ее развратной карьеры ее клиентами были портовые матросы и рабочие, то уже в конце ее карьеры ее клиентами были сенаторы и такие богатейшие люди, как бы олигархи того времени и сам император даже, государь императора. И вот император, говоря, что он просто без ума был от Феодоры и решился на то, чтобы сделать ее первой леди. Предложил ей руку и сердце. И это была сенсация. Впервые в истории Рима, впервые в истории Византийской империи, впервые в истории первой леди становится безродная, совершенно тем более женщина такой профессии. И да, она сделала карьеру, да, она была очень красива. И там современники пишут, что она даже в старости была такая, что обвораживала молодых просто-напросто, падали в обморок от нее мужчины. Она владела магией, любовной, так пишут о ней ее враги. Но известный факт, что когда она сама стала первой леди, стала императрицей, она оставила свой этот бизнес, понятно, значит, она... Не, публичные дома также работали, но она сама уже была, значит, не занималась проституцией. По крайней мере, не пишут нигде, что она вела такой образ жизни. Даже наоборот, она посвящала все свое время своей внешности, значит, часами проводила в ваннах с молоком и прочее, с медом, значит, там, и, значит, и уделяла остальное время, внимание, остальное время уделяла своему мужу. Вот, значит, и, как бы, кстати, многие рецепты косметические она собирала и превзошла, говорят, значит, знаменитую Клеопатру, значит, по всем этим церемониям, известным в древнем мире. И, то есть, она даже в старости выглядела очень-очень молодо, как бы, и говорят, что это частично была магия, частично, ну, во многом, конечно, это было ее многочасовые процедуры, эти вот, ежедневные многочасовые процедуры. И, значит, и, так вот, сама Феодора, она, значит, скажу так, ну, императора поставила под каблук, будем так говорить, полностью. Доходило до смешного. Придворные, об этом пишут историки, даже неверующие историки, они даже, как бы, немного в шоке от того, что он стал беспомощным, даже в личных вопросах, он не знал, он по любому поводу советовался с такой женой. И, если до женитьбы у него были многие советники, но он всегда отличался тем, что принимал сам решение всегда и, значит, свою политику, он не был, как бы, таким бескребетным, что ли, он был, ну, довольно-таки взрослым и, как бы, таким мудрым человеком. Ну, а здесь, после женитьбы, его, как бы, подменили, его не узнавали. А при дворе, значит, ходили, там, всякие анекдоты на эту тему, потому что он, даже в быту, он во всем был зависим от нее. Но Феодора, именно Феодора, она стала в истории христианства, в истории христианской церкви, такой, знаете ли, новозаветной Иезавелью. Очень интересная история, столько много параллелей, вот, с библейской Иезавелью в ее жизни. Хотя, конечно же, она не была там автором всех этих, там, многих суеверий, но именно ей в истории христианства выпала такая зловещая роль, именно по внедрению оккультизма в христианство. Если, допустим, собор, Четвертый Вселенский собор, он дал добро на оккультизм, то Феодора с Юстинианом, они сделали это каноном, обязательным. И под страхом смертной казни было запрещено отказываться от этих обрядов, от этих процедур. Те христиане, допустим, что отказывались, допустим, целовать мощи, да, отказывались поклоняться этим вещам, их казнили. Больше того, Феодора, ну, Юстиниан, но имею в виду Феодора, мы говорим Юстиниан, подразумеваем Феодора. Значит, внедряло культы, откровенно сатанинские культы в христианстве. Вот, там такие страшные вещи есть, даже, не знаю, с чего начать-то, как бы. Несколько таких вещей страшных. Ну, культ мертвых, это 100% при ней, это было канонизировано. То есть, молитва за упокой. Раньше можно было молиться, можно было не молиться, в принципе, тебя к этому не принуждали. То есть, за упокой, ты, как бы, ты хозяин-барин. Это было вопрос твоей совести больше, как бы, значит, твоего желания. То при ней это стало обязаловкой. Те священники, что отказывались от этих обрядов, их, ну, священников не казнили, редко очень казнили, по крайней мере. Но их репрессировали. То есть, снимали с должностей и отправляли ссылку. Если это был не священник, то расправа была очень короткой. Значит, священников обычно не казнили, хотя были случаи и казни священнослужителей. Те, которые обличали, значит, власти, те, которые обличали порог. Потому что публичные дома стали обычным явлением в то время Византии. Официально была христианская страна. В общем, я прояснил. Церковь не была там от государства делена. Нет. Церковь была частью государства. И официально император был первым лицом в церкви. В общем, дело. И иметь сеть публичных домов в империи, раньше тоже на это внимание закрывали глаза. Хотя были служители, которые обличали все это. Но императрица Феодора, она как бы, по сути, вот этот весь разврат, она легализовала, по сути. Уже никто не мог как бы перечить. И никто не мог там говорить слово против этого всего. Уже даже священники молчали. И они не могли уже обличать, допустим, городские власти за то, что они там, допустим, терпят дом терпимости. Дом, публичный дом. И сама Феодора, она воспитала, значит, ну, если вначале карьера она была просто проституткой, да, то она потом сделала карьеру, когда она воспитывала там сотни проститутов, проституток. И, значит, гомосусобисты, лесбиянки, это было ее, как бы, профилем. То есть, она, как бы, преуспевала в этом всем. И, знаете ли, было ужасно, что именно как раз Феодора, она, став первым лицом в церкви, по сути, потому что она через императора всем заведовала, она обязала церковь, по сути, принимать языческие учения, откровенно садонинские учения. Обязала. Кстати, чтобы было проще, не буду там углубляться, такие, как бы, дебри садонинские, как бы, нам не нужно, наверное, даже. Но расскажу кое-что. Можно свет включить, наверное, все это, наверное, когда темновато. Расскажу кое-что. Расскажу, что вот такой интересный факт. На Пасху мы все знаем, да, что мы едим куличи. Обычно, да, православные едим куличи. А, кстати, вот это тоже оттуда пошло, именно от Феодора, кстати. Вот Пасха, вообще Пасха, по Библии, она называется праздником опресников, праздник мацы. И на Пасху евреи и все, кто уверовали в Бога, они всем ели на Пасху всю неделю пресный хлеб. Квасное было запрещено. И в Старом Завете мы читаем, что если кто будет есть квасное, то душа будет истреблена из народа своего. И, значит, в Новозаветное время, ну, сам Иисус, понятно, он каждый Пасху был с родителями при храме, ели мацу. И потом, в принципе, как бы все ели пресники, христиане. Первых пять столетий так продолжалось в христианстве до самой истинянной Феодоры. Вот эти императоры повелели, значит, императоры-императорицы повелели на Пасху есть только квасное. Кто из христиан продолжал традицию библейскую есть пресное, их казнили. Смертный казь был объявлен, если монахи при обыске, допустим, солдаты, находили, врывались в дома, допустим, по доносу, и находили, что на пасхальном обеде, значит, опресники в семье, то главу семьи, по крайней мере, казнили, это 100%. Вот, значит, и были... А те священники, что отказывались, тоже, значит, есть квасные, их лишали должностей, снимали с должностей и отправляли ссылки. Потом, почему в церкви было такое противостояние еще? Потому что все знали, что куличи это образ, ну, фаллический культ. Потому что раньше, до Юстиниана и Феодора, допустим, ну, и при них, в принципе, публичные дома и отдельные проститутки, они, допустим, не могли это афишировать, свой бизнес. То есть нельзя было там, ну, объявлять официально, там, вешать таблички, потому что была официально христианская страна. И нельзя было, как бы, это практиковать. Ну, официально, по крайней мере. Но они официально все знали, что это практикуется, значит. И вот, и каким образом, допустим, опознавали публичный дом, да, пекли кулич, который просто означал, ну, мужской половой орган, значит. И выставляли это все, значит, в окне обычно, ну, как пароль такой, что ли, явку пропали на 33 утюга. Вот, значит, и люди проходили, видели, о, вот здесь, значит, вот находится такое учреждение, значит. И это все было знаком распутства, и украшалось это все, значит, глазурью, которая означала тоже, там, семяизвержение. То есть это было, как бы, знаком таким. Вот, и это все было в Византии практикуемо. Но, понимаете, Верси, что страшно... Нет, 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 ну, ладно, можно маленько посмеяться, но, ну, вообще-то, тема такая и страшная, и серьезная, конечно. Дело в том, что, понимаете, в чем проблема-то, что, ладно, когда это было только в публичных домах, ладно, когда это было только лишь там где-то, но когда это в церковь стали внедрять. Вот, почему, там, многие священники, даже высокопоставленные, были репрессированы, они отказались образа разврата выставлять в церквях, а обязали и в домах, и в церквях выставлять это все. Представляете, на Пасху, всю Пасху, всю неделю пасхальную. Вот, значит, и вот, вот почему, там, многие христиане в столице, в Константинополе, и не только в столице, в других городах некоторых, подверглись смертной казни за отказ кушать образ разврата. То есть, как бы на святом месте, в храме, значит, в Константинополе был храм Святой Софии построен, как раз в это время, в шестом столетии, тоже поставили там образ разврата, значит, впоследствии это было ужасно, конечно. Главный храм православия изначально был уже, как бы, опошлен, это, ну, просто было бесчинство настоящее. И когда на Западе, на Западе узнали об этом, а формально, вся империя была, значит, ну, как бы одна, формально. Хотя реальной власти на Западе было мало уже у византийских императоров. Так вот, и на Западе там тяготились уже вот этим гнетом, самодурством, тем более указы были один глупее другого просто-напросто. И один страшнее другого. И вот, когда на Западе, в Италии, в Германии узнали об этих распоряжениях императора, на Пасху есть только квасные, конечно, там Запад весь бунтовался просто. Тем более, что на Востоке-то у императора византийского было много власти, он мог там казнить кого, кого там сослать, а на Западе было мало власти. Поэтому закон-то был, но его почти не исполнял. И местные власти, западные провинции, да, местные представители власти, они не могли произвести такого, как бы, ну, массовых репрессий, допустим, да. И больше того, когда Папа Римский, германские епископы собрались вместе на рассуждение на эту тему, они заявили, что мы такого не примем в закону никогда. И даже Папа и кардиналы заявили, это епископы, что если император хочет вести разврат такой, значит, в церкви, то пусть он убивает нас сразу, казнит нас, мы откажемся это сделать. И заявили бойкот. Когда Юстиниан это все ему донесли, решение Папы, решение кардиналов, значит, западных епископов, германских, итальянских, то, значит, Феодора была так разъярена, что... Кстати, Феодора была жутко антисемиткой. В ее лексиконе, если она говорила слово еврей, все знали, что это самое страшное ругательство. Вот, и, ну, там, говорят, ее какие-то старые обиды были еще на евреев, но связано с ее прежним бизнесом, значит, но, по крайней мере, вот, она считала, что вот эти западные христиане, они в бунте, как бы, там, и назвала их евреями. И Юстиниан дал приказ такой собрать эту армию, хотя время было очень тревожное. На границах постоянно эти стычки, и не было такого возможности большую армию вот бросать вот так вот против, тем более, своих же, да. Но организовали, собрали корабли, значит, погрузили туда целую армию, сожвав ее, значит, там, с рубежей. И карательную эту экспедицию, эту армию направили в Италию. То есть, император, императрица, Юстиниан и Феодора решили очень серьезно наказать Италию и Германию, ну, и всю Западную Европу. Перед тем, нечто подобное было в Африке. Целые селения были вырезаны полностью. Были сожжены дома, церкви были разрушены. Их имущество было перевезено в столицу, все, на строящийся храм, как раз, этот, Святой Софии в Константинополе. Представляете, значит, какие совершались такие преступления страшные против, как бы, своих же подданных, которые отказывались исполнять приказы. Вот такие просто жуткие, ужасные приказы. И вот, и эта армия поплыла в Европу. Когда в Италии, значит, и в Германии, вообще в Европу узнали, что, значит, идет эта армия, то поняли, что да, убийство будет массовым, просто геноцидом будет своего же народа, своих же подданных. И по Европе были объявлены посты молитвы, потому что надеяться было не на кого. Своей армии у них, они не рассчитывали бороться против своего же короля, как бы. И вот, чудо произошло, чудо произошло, и оно спасло Европу тогда от такого просто безумства, от этого убийства массового. В Средиземном море гибнет весь флот. Короче, начался шторм, буря, которая потопила весь византийский флот. Все корабли, со всей армией ушло все на дно. Знаете, это кажется, это не просто совпадение, сто процентов. Здесь слишком много для совпадения. И это было реально сверхъестественно. Феодора после этого, она не покаялась. Наоборот, она объявила, что папа и западные христиане, они колдует, что... То есть, она с больной головы на здоровье стала валить вообще. Что это у них магия, что они там, типа, заклинали и прокляли, значит, наших солдат, поэтому они все погибли. Поэтому весь флот погиб, и вся армия погибла, значит, туда, посланная, в Италию. Вот, но в Италии-то и, значит, в Германии знали, что это реальные силы Божьи. Потому что они не колдовали, не шамалили, просто молились Богу, объявили пост и молитву, чтобы... А защите просили, потому что, ну, как бы, защиты не от кого было просто больше ожидать. Только от Бога только ждать защиты. И, кстати, вот этот эпизод, очень, как бы, такой, ну, драматичный эпизод, да, гибель флота, целого византийского флота, да. И армии византийской, которая была послан туда усмирять Запад. Этот эпизод очень сильно повлиял на всю историю, не только христианства, и вообще на дальнейшую историю человечества, будем говорить, даже без всякого преувеличения. Потому что, как раз, вот с этого эпизода, значит, Западная Европа стала уже отделяться. С этого эпизода начался постепенный такой раскол, как бы, хотя официальный раскол, да, вот, как бы, на Запад и Восток, на католиков-православных был в 1054 году. Официальный раскол был только лишь в середине 11-го столетия. Но уже в 6-м столетии этот процесс начался, отделение уже. Западные стали отделяться. Кстати, Западная церковь, католическая церковь, до сих пор, вот, на причастие, хлебопреломлении, вкушают только, значит, они, ну, мацу. Ну, не маца, а у них обладки, а пресный, пресный хлеб. И на Пасху у них нет традиций куличей таких. То есть, они, как бы, не приобщились, слава Богу, не приобщились к этой оккультной традиции. И, слава Богу, значит, но в православии, вначале с силой меча, вначале вот такими репрессиями, а потом уже, знаете, приросло уже, уже принюхались к этому всему. И, как бы, и, как вот, я напоминаю слова, да, Александра Витинского, который говорил, что до нас положено Иллижанова веки веков. Вот уже, как бы, не мы это придумали, некоторые священники так говорят мне, не нам это отменять. Не мы это вели, как бы, не нам это и менять вообще. Вот, некоторые священники даже так говорили мне, что вот те, кто придумали все это, если это где-то неправильно, вот они будут отвечать. А мы лишь винтики в этом механизме, как бы, значит, и все. Один мне, ну, не один даже уже священник, говорили так мне, нет, раз священники, что вот, ну, кому-то что-то доказал. Вот, значит, ну, перестал ты нам в этом храме служить, ну, на твое место поставили другого священника, который стал служить и так же, еще, может, хуже, и, ну, и что? Система осталась та же самая. Я обычно так говорил, что, говорю, я не хотел кому-то что-то доказывать этим самым поступком своим, то, что выходил из традиции на православной церкви. Значит, есть Бог, есть я, и есть суд, есть совесть, и есть суд пред Богом. Поэтому, значит, это во-первых. А во-вторых, я знаю, что лично не хочу участвовать в таких вещах. Я раньше ел куличи и крашеные яйца, которые тоже, в принципе, это все, это все одно куличи, это все как бы одно. Но, это вот оккультная традиция, крашенки именно, посвященные. Кстати, крашенки это еще более древняя традиция даже. Крашеные яйца, значит, это еще более древняя традиция даже. И еще древние римляне, вот, в те времена, когда храм был разрушен, и они своих императоров как богов почитали, то именно яйцо было минимальной жертвой, когда разукрашенное яйцо императору. Вот там, в Пергаме, кстати, в Пергаме, где жертвы живому богу как бы приносились, но жертвы именно живому богу, императору имеется в виду, государю императору. Вот там как раз минимальная жертва, то есть, если ты бедный был гражданин римский, у тебя не было там богатства никакого, то самое минимум, это было куриное яйцо. Ты мог его разукрасить, украсить его, но это было куриное яйцо. Римляне называли об ово, от яйца. И остальное все, да, там уже, конечно же, ты мог что угодно пронестишь от этого уже, да. А я слышал, вот я спрашивал кого-то про вот эти яйца, ну, у меня православные знакомые, и он сказал мне, что это якобы мать Иисуса Мария, или может быть даже Мария Магдалина, я не буду сейчас... Ну, говорят обычно, Мария Магдалина принесла вроде как Тиберию, это яйцо. Это откуда такое выродовать? Это вы в средние века придумали такую легенду, что якобы Мария Магдалина принесла Тиберию яйцо и сказала, что Христос воскрес, он будет, ой, ес. Как же воскрес, если, значит, ну, это все, что яйцо бы сейчас изменило цвет свой, и яйцо как бы раз стало крашенкой. Это все ерунда, конечно. На самом-то деле, если бы императору принесла яйцо Мария Магдалина, она была бы отступницей просто-напросто, потому что христиане предпочитали быть убитыми, но не приносить яйца императору, потому что принести яйцо императору, значит, почтить его как Бога живого. Значит, и просто, ну, просто вот эту легенду придумали, чтобы каким-то образом оправдать, предать древность, как бы. То же самое, мол, Лука был иконописцем, мол, Иисус сам сделал автопортрет, ну, как бы, вот такие все, вот эти вот, ну, просто пакости выдумывают. Реально пакости. Сарфанное радио. Да, сарфанное радио, да. А вам не говорили, ну, иногда такого, что если это, как бы, ну, не от Бога, да, то Бог бы это не допустил. Ну, и такое тоже говорили, и я сам так тоже думал, и не раз так думал, но Бог много что терпит. Бог, Он не сделал нас зомби, да, Он, значит, дал нам свободную волю, и на земле столько много совершается Богу противного и древнего, что, знаете ли, нельзя все принимать, значит, есть такой пофигизм, конечно, тоже среди христиан, тоже популярен, к сожалению, что, мол, ну, все от Бога. Есть такая молитва у Аптинских старцев, хорошая молитва, но там есть такая ложка дегтя, такая, что помоги мне, как бы, принять все, что в этом не будет, как от тебя. Хотя, на самом деле, это не правда, как бы, в этом столько же правды, столько и лжи. Потому что абсолютно все принять нельзя, как от Бога. Это слишком, как бы, ну, это не вера уже. Там написано, помоги принять все с твердой веры. С твердой веры, да, но как от тебя неспосылаемо. А это неправильно, потому что нельзя. Есть вещи, которые нужно протестовать и бороться, значит, и мы должны понимать, что не все, приходящее в нашу жизнь, оно от Бога. Далеко не все. В течение дня. Если что, пожалуйста, столько вещей приходят, что вы ее. Только борись, только сражайся. Да, вот такая история с Юстинианом и Феодорой. Слушайте, это страшная история, конечно. Я не буду других мерзостей рассказывать о тех, значит, в принципе, я читал разных историков на эту тему. О царствовании Юстиниана и Феодорой. И атеистов, и христиан, и мусульманских историков. Очень разных историков. У всех разных взглядов на их жизнь. Но даже неверующие историки просто... Ну, как бы, в советское время, понятно, у них был свой повод говорить эту гадость. И они говорили, вот какие христиане, вот какие христианские церкви. Вот, потому что до сих пор, до сих пор Юстиниан и Феодора, они официально святые в православной церкви. Они официально святые оба. И он, и она. Но, потому что слишком много они повлияли на церковь. И православная церковь во многом, вот ныне существующая, в таком виде, как она есть, она во многом была сформирована именно как раз вот этими политиками. Именно при них. Многие доктрины родились. Я еще кое-что расскажу вам, наверное, все-таки. Нельзя, потому что все равно, рано или поздно, ну, с этим будете сталкиваться, и как бы, и не раз, и не два. Допустим, что еще в то время пришло? Ну, кстати, наверное, самое страшное, из доктрин именно, из доктрин, на какое извращение пришло, доктрина такая, ложная доктрина, называется об апостольской правопреемственности. Слышали, наверное, об этой доктрине? Или что-то? Нет? Ну, запишите себе на всякий случай это название. Оно вам так или иначе пригодится, да и не раз еще пригодится. Ложаучение об апостольской правопреемственности. Ложаучение об апостольской правопреемственности. И согласно этой доктрине, ну, вот здесь есть такие слайдшоу, такие картинки, вот, можно даже показать. Постараюсь. Вот, видите, да, картинку такую? Видите, да? Здесь, значит, Иисус, и Он рукополагает, ну, один из апостолов, рукополагает там других. Те рукополагают других, те третьих, пятых, десятых. И вот есть такое красивое, еще красивое такое тоже. Вот такое, круговое, по руку такая вот. Друг на другу руки возлагают, так вот. Есть, ну, потом посмотрите у себя уже на компьютерах, эти слайды. Значит, есть их много. И вот, лжаучение, оно такое, очень такое, до сих пор, как считается, стратегическое такое лжаучение. Потому что, согласно этому лжаучению, Дух Святой сошел на апостолов в день Пятидесятницы. Это уже не правда, это полуправда, точнее. Дух Святой сошел не только на апостолов, он сошел и на других мужчин, других женщин, которые были там в этом собрании, и было через 120. Дух Святой сошел на эту церковь, и там была Матерь Иисуса Христа, и другие женщины были. Так вот, потом, в этом учении говорится, что апостолы, они руку полагали епископов, передавая им благодать, которая им дана была, к ним Пятидесятница. Передавали им эту благодать, и епископы должны были позаботиться о том, чтобы руку полагать своих преемников дальше. И так, с первого столетия по двадцать первого столетия, и там плюс бесконечность, пока Господь не вернется. Непрерывная цепочка, без слабых звеньев. Считается, что независимо от личных качеств, руку полагающего, руку полагаемого, от их веры, неверия, самое важное, чтобы прочитали молитву определенную, возложили свои руки, и это совершилось, передача совершилась. Но Дух Святой, это не энергетика, это не какая-то энергия слепая, которая может быть заложенцей наших религиозных структур, наших динаминаций, ни в коем разе. Исторически, тем более, такой доктрины не было в христианстве до шестого столетия. То есть, первых пять столетий христиане обходились без этой доктрины и не жаловались. Почему нужна была такая доктрина? Она была политически просто-напросто необходима Юстиниану, чтобы, проще говоря, казнить направо и налево своих же поданных, объявляя их уже не христианами. Чтобы репрессировать политическую и религиозную оппозицию в своей стране, объявив всех христиан не государственных, не христианами, а сектантами, еретиками и прочее. Потому что по закону в Византии нельзя было христиан казнить без суда. А если это были не христиане, их можно было без суда казнить. То есть, это была доктрина политически необходимой Юстиниану для его правления. Чтобы разграничить официальную государственную церковь подкаблучную и неофициальную сектантскую, с которой можно с ним расправиться. Потому что до самого шестого столетия существовало, по сути, как бы две церкви в империи. Одна официальная, на плаву, а другая неофициальная. Это те христианские церкви, и секты, и церкви разные были, и организации. То есть, были и ариане, явно заблуждающиеся македоняне, были и нормальные христиане. То есть, были очень разные христиане, которые были не регистрированы в родство. Вот, проще говоря, регистрированы и нерегистрированы. Вот, две части христианства. Основная часть, как считается, была регистрированной христианской церковью. По крайней мере, религии большинства. Значит, в которой процветал уже педобаптизм вовсю, крещение младенцев. Я потом тоже еще кое-что расскажу потом. Вот, а многие другие лжеучения. В неофициальной церкви не было практики педобаптизма, было крещение взрослых лишь по вере. То есть, уже очень много было отличий христианства официального и неофициального. Но неофициальное христианство тоже строило свои храмы, которых время в время забирали даже власти, конфисковывали, передавали официальной церкви. Были много несправедливости по отношению к этим христианам. Они платили много налогов, как не христиане. Они, значит, терпели порой очень большие материальные убытки из-за своей веры. Не пользовались никакими привилегиями и прочее. Но официальный церковь наоборот пользовался всеми привилегиями. И вот Юстинян решил просто-напросто со всей религиозной оппозиции в своей стране, просто-напросто окончательно вопрос решить. Просто-напросто уничтожить религиозную оппозицию в своей стране. Но чтобы это было сделано спокойно и законно, нужен был закон, беззаконный закон. И вот такая доктрина была рождена. Эта доктрина ложная по трем пунктам. Давайте запишем, почему она ложная. Запишем, почему ее можно назвать именно ложной. По трем пунктам. Первое. Она противоречит Библии. Первое. Библия. Второе. История. Третья. Жизнь. Вот три пункта запишем. Библия. Потом история. И жизнь. Вот по этим трем пунктам мы видим, что это учение является ложным. Почему Библия? Потому что это учение противоречит Библии. В Библии этого учения просто-напросто нет. О рукоположении говорится. Но не говорится о правоприемственности. Не говорится о цепочке непрерывных руковозложений. Потому что согласно этой доктрине, для спасения души человека, для спасения грешника, другого пути нет, как быть в этой церкви, где есть правоприемственность. Учение о спасении связано с этой доктриной ложной. И если рукоположен в этой цепочке человек, то он является правильным священником. А если нет, то он неправильный. Он самозванец, как бы считается. Только лишь в этой цепочке правильные есть христианские служители. В Библии этого учения нет. То есть, для христиан, для которых Библия является не пустым словом, а Божьим словом, дальше вопросов просто-напросто нет уже. Но, к сожалению, не всем христианам Библия является, не для всех христиан Библия является Словом Божьим. По сути своей. Я не говорю там просто по доктрине, а по сути. Поэтому, почему еще? Второе привожу. История. Исторически очень четко видно, что до 6-го столетия такой доктрины не было. Почему христиане первых 5-ти столетий обходились без этой доктрины? Почему нужна была доктрина? Политически она была необходима. И хотя в учебниках семинарских, католических, православных много есть протестанты, некоторые тоже принимают эту должную доктрину. Допустим, англиканская церковь, епископальная церковь, они имеют такие доктрины, похожие о правопреемственности. Но в целом протестантские церкви не имеют таких доктрин в большинстве своем. И вот. Но в православных учебниках, и католических, говорится, что... Кстати, Библия противоречит еще почему? Потому что хулан на именно Духа Святого. Потому что Дух Святой представляется неправильно. Не как личность, с которой нужно иметь общение, а как некая энергия слепая. То есть, даже поэтому, можно сказать, что это учение ложное. То есть, извращенное представление о самом Боге даже. Это очень серьезная вещь. Потом, в учебниках католических, православных говорится, что много цитат из отцов древности, отцов 2-го столетия, 3-го столетия, 4-го века, которые говорят о тех, кто их руку полагал. И говорят, смотрите, вот подтверждение тому, что это учение древнее. Что оно было в первой церкви. На самом деле, эти фрагменты из Писания, во-первых, вырваны из контекста. В контексте эти отцы церкви, да, они называли тех, кто их руку полагал. Но они никогда не говорили о том, что это есть цепочка непрерывных рук возложения. Что это есть гарантия того, что на них есть Дух Святой. Тем более, они никогда не говорили. И в голову приходило говорить, что якобы независимо от веры, неверия, механически, чисто магически Дух Святой переходит. Это что, как бабка какая-то, например, шептуня воском отливающая, яйца катающая. Она там умирает, не может умереть. И уже и крышу разобрали, она все никак не может умереть. Внучка, иди сюда. Ее хватит. Все, теперь ты будешь слабым звеном в следующем. И передала ей эстафету пакости. Это что получается, что Дух Святой, что энергетика что ли какая-то там, да? Магия? Ни в коем разе. Кстати, еще почему история разоблачает эту грязную докторину? Почему? Потому что исторически есть прямые доказательства. И это не только христиане знают. Это знают историки, не христианские историки. Есть параллели. В христианстве до шестого столетия этого очень и не было. Но оно было в других религиях. В христианстве не было, но было в других религиях. В частности, манихейство. Манихейское ере. Это не христианство. Это отдельная религия. В чем-то похожа на христианство. Где-то перекликающая. Но это не христианство. Это другая религия. Манихейство. Некто мани, основатель этой религии. Вот почему манихейство называлось. Значит, мани, он одну из доктрин дал своим ученикам, последователям, так считается, что именно вот эта непрерывность передачи эстафета веры. Не веры, а именно вот этой какой-то особой благодати, силы. И поэтому вот эти, ихние жрецы, манихейцы, у них главная задача была, одна из первых задач, найти преемника и передать ему эту эстафету. Возложить на него руку и передать ему это, как бы то, что передал мани им. Потом, в метроизме, там не так это, как в манихействе, но тоже было подобное нечто. То есть, ихние митрополиты, они были обязаны передать эстафету, обязательно эту силу от этого митры, божества, которого символизировал бык, которого убивали, и от этого божества передать эстафету. То есть, в других религиях было это, но в христианстве такого не было. Потому что христианство было до 6 столетия, по крайней мере, доктринально было свободно от этого магизма. И когда уже при истинянии Феодории это было внедрено в христианство, да, как бы имплантировано, вот тогда и пришла за раз эта вся. Потом, да, первая Библия, потом история, третья, жизнь. Запишем давайте, жизнь. Почему жизнь? Иисус сказал так, что собирают ли стерновника виноград или срепенника смоква? Нет. Дерево доброе, проносят плоды добрые. Худое, худое. Один из критериев истинности, да, сама жизнь точки над и расставляет. Какие, да, будьте здоровы, какие плоды приносило это учение? Ничего доброго, кроме этих споров о родословии, кроме превозношения одних христиан перед другими, кроме разделения, кроме убийств, крови, ничего доброго это учение не приносило. И еще почему сама жизнь разоблачает это ложеучение? Потому что, согласно этой доктрине, многие христианские служители, православные, католические, реально не возрожденные никак, не знающие Бога живого, не пережившие спасение в своей жизни, а не имеют благодать Святого Духа. И, кстати, согласно этой доктрине, все протестантские пастыри, они не имеют благодать и Духа Святого вообще. Потому что, ну, они вне цепочки этой. Нет исторической преемственности. При истиняне, кстати, были репрессированы христиане, служители многие были репрессированы, и потому что они не смогли документально подтвердить непрерывность рук возложений. Не могли подтвердить. А потому что в официальной церкви, со времен Константина, какие-то архивы хранились, а у нерегистрированных христиан. Чаще всего, на которыми висела угроза ареста часто, и обыска, и прочее. Просто-напросто документов не могло быть. А если где-то и были, то они пропадали, и все. То есть документация не хранилась так тщательно. Поэтому, в отличие от официальной церкви, неофициальной христианской церкви, и группы, и секты, они не могли доказать, показать органам власти, как требовалось, от четвертого столетия минимум, свое преемство. Не могли. Они могли устно сказать, да, меня руку полагали, да, но бумажки такой не могли предоставить. И поэтому они автоматически попадали в разряд уже не христианских церквей, а секты, с кем требовалось разделаться. Им предлагалось либо перейти в официальную христианскую церковь, православную католическую, либо быть убитыми, ограбленными и оболганными. Представляете? Сколько слез, сколько горя пришло через эту доктрину. Ну, используя эту доктрину, принесли, сколько люди, страдания и слез. На эту землю. Представляете? Вот так, друзья. Вот меня в 91-м году руку полагал архиепископ Симон Рязанский-Касимовский. Уже покойный, уже ушел в вечность. Потом был митрополитом он и ушел в вечность уже. Был на покое по здоровью. И вот, кстати, вот ваша область Нижегородская, она ограничена как раз вот с Рязанской областью. И вот, и там, в Рязанской области я служил. И вот в 91-м году, как раз вот, во время путча в Москве, 19 августа, преображение Господня, меня руку полагали. И потом в сентябре уже в священники. То в дьяконы и в священники. В августе в дьяконы, в сентябре уже в священники руку полагали. И вот, через месяц получается. И вот, и когда меня руку положили, я молодой служитель, я как бы был горд тем, что надо же, на меня епископ возложил свои руки, прочитал эту молитву. Теперь на мне этот Дух Святой есть. Теперь я, значит, ну как бы уже благодатный и как бы экономический священнослужитель. Ой-ой-ой-ой. Знаете ли, потом много было беды у меня вот через вот такие мысли мои. Потому что Дух Святой никогда он не будет изнасилован вот церковью. Он никогда ему не сможет подчиниться. Понимаете, это не то, что как золотая рыбка. Даже у золотой рыбки хотела мозгов в конце не подчиняться этому старику, да, со старухой обезумевшей. Даже рыбка и та, как бы сказала, нет, слушай, она ничего не сказала, уплыла и все. Ну вас. Опять у разбитого корыда оказалась старуха. Вот так же и церковь. Если она будет пытаться, как бы Духом Святым вот так вот уже на посылках уже, значит, да, стать выше владычицей уже, да, ни в чем не имея нужды и прочее, вот тогда церковь у разбитого корыда окажется. Просто-просто, не дай Боже. Вот нормальное, возможное лишь, единственное возможное лишь общение с Духом Святым, это партнерское общение. Любовное общение, дружеское общение. Вот интимное, близкое общение. Именно такое общение, которое есть вот у друзей, но ни в коем разе не господ. Мы не можем быть над Духом Святым. Мы не можем там приказывать, ой, Э, Дух принеси туда, сходи туда, начни, сделай. Вот я возложил руки, теперь ты обязан быть на этом человеке. Если Дух... Весь. Да. Дух, он не святой, Дух, он никогда не будет сходить туда, куда он не хочет сходить. Мы можем лишь умолять, можем просить, да. Но какие бы отцы не возлагали свои руки, пастыри, если Дух Святой не сойдет, он не сойдет вообще. Его никак не выжмешь, его не выдавишь, все. Поэтому как бы изволилось Духу Святому, когда, если Дух Святой отделил Павла и Варнаву, значит он отделил их уже, все. И когда возложили на них руки, помолились, это уже фактоконстатация, что да, Бог уже призвал уже, все, отделил уже. А не наоборот. Вот, мы помолились, благословили, и Дух Святой теперь, ну, мне он не нравится, ну, ну, что делать? Вот, помолились, братья, мне придется теперь с ним сотрудничать, теперь с этим товарищем, или с этими апостолами, да. Вопрос тогда такой, для чего рукоположение? Это молитва, я считаю, это элемент молитвы. Мы возлагаем свои руки, как служители, да, и как церковь, допустим. Возлагаем свои руки, мы молимся, благоставляем, но это не является магией. Это не является, то же самое, допустим, пример, из цели небольных, когда мы возлагаем свои руки. Это не является магией. Это ни в коем разе не, вот, что, дворные руки там, нет. Это как знак вот нашего, ну, мы покоряемся Богу, мы благоставляем, значит, там, вот, но просим Бога, но не больше. Нет, просто есть, ну, тоже в протестантстве такие же выражения, что рукоположенный пастор, не рукоположенный пастор. Много положено, да, рукоположенный. Много положено. Интересно, как бы вот. Нет, в протестантстве, если у тебя тоже есть похожие доктрины, но не в такой крайности, как в православии, в фатрицизме, но, в принципе, болеем мы там одними болезнями, как бы, больше или меньше. Просто протестантам ноги в легкой форме этим болеют. Протестантам легче в чем-то в чем, потому что, все-таки, писание, как Божье слово, дается людям, и пастыри вникают в это все, и учатся. Некоторые школы библейские, допустим, в Киеве сделали такой даже для себя поправочку после вот таких моих лекций. Кстати, интересно, одна школа даже напечатала в своих этих, не анкетах, как после окончания школы, то, что дается, да, артистатор, написали, что, значит, что, значит, закончил школу, там, институт, допустим, такой-то, такой-то, да, но, значит, этот сертификат действен лишь, как бы, при условии его, там, святой и христианской жизни, как бы. То есть, это не является, как бы, вот, я закончил, я, значит, там, я теперь уже благодатный, я рукоположенный, я саму рукоположение, и вот все это только решено при условии, что если он сам будет соответствовать этой занимаемой должности, то есть, поправочку такую. Все-таки, нам нужно строить личные отношения с Духом Святым. Без этого никак вообще. Спасибо тебе, Господь. Слава Богу. И, конечно, из истории много чему можно научиться, да, дорогие друзья? Много примеров есть, и порой такие вещи, что просто дивы даешься вообще, такие мерзости, умудрялись мы совершать, наши отцы, значит, и вот, и, как бы, и сегодня мы, порой, продолжаем, не думая о такие вещи, я сам, порой, в шоке от того, что я делал, просто, даже не размышляя совершенно, просто, как бы, принимая за чистую монету ересь. Да, она осталась, потому что я же тоже так полагал, что не могут же все забуждаться, что я самый умный, что ли, в конце концов, значит, ну, как бы, ну, система уже существует, там уже столетие, тысячелетие уже, ну, кто я такой, чтобы так вот, что-то там против имел мнение. Вот, сам авторитет уже, древность уже меня давил уже. А потом, стоп, я подумал, стоп, ну, так древнее Бога никого не может быть вообще. Древнее Иисуса вообще никого не существует, вообще-то. Поэтому, все наши эти представления древности, это все чушь вообще. Вот, самое важное Иисус, самое важное Слово Божие, слава, самое главное Бог, истина, это древнейше всего, самое лучшее. Вот эти пути древние. Да, и зри Господь, не на опасном ли я пути, направь меня на путь вечный, на путь древний как раз. Пусть Бог направляет нас, слава Иисусу Христу, пусть Бог благословит, сохранит и давайте мы сделаем так, передвиги сейчас.